Ребят, всем огромный привет! И вы не поверите, где я снова получила медицинский пропуск, и ты все по Москве. Мне кажется, у меня просто организм тупо находит вариант какой-то, лазейку для того, чтобы куда-то поехать. И мне ничего за это не было. Короче, два дня назад я решила сделать упражнение на ее будице. Собственно, сделала. Не сказать, что чуть-чуть досударей сделала, но вроде как не прям суперсильно. Ну, короче, на следующий день у меня разболелся копчик. Так что я не могла садиться. Прям вообще, ну, то есть я вот прям сидела либо так, либо лежала. Вот, у меня никогда в жизни такого не было, думаю, что за фигня. Ну, вряд ли из-за упражнения, потому что если я занималась спортом даже спустя там трехлетний перерыв, у меня такого не было. А тут я уже, в общем-то, как и никак ходила в качалку какое-то время. Ну, с чего такая реакция? Короче, испугалась и решила, хотя сегодня мне вроде как уже было полегче, но, в общем, решила пойти к врачу и проверить, что там все нормально, ничего не отвалилось. В общем, врач мне назначил МРТ. Я думала, МРТ это когда к тебе что-то прислонят, оно там делает пип, и все, ты свободен. Получается снимок. Ну, типа рентгена, ну, нифига. Все оказалось гораздо слабее. Так, ребята, это первый раз в жизни делать вот такую штуку. Вот, сегодня вообще я думала, что я раньше делаю, но вокруг меня просто какое-то колесо вращалось. Вот так, чтобы куда-то заезжать. Такого никогда не было, и я боюсь, как бы мне не стало страшно. Да. Это вообще что-то страшное, я вам скажу. И самый прикол, что даже сделали оплату после процедуры, но при том, что посещение врача до. Я еще думала, почему, почему сразу не оплатить. Ну, походу, потому что какая-то часть пациентов реально не удерживает, и я их понимаю. Это прям конкретное психическое усилие оставаться там лежать, и каждую смену тембров от этих всех звуков объяснять себе, что все нормально. Обещала вам рассказать про МРТ, что, короче, если вам вдруг предстоит пройти эту процедуру, не открывайте глаза. Потому что, ну, я вначале вообще такая думаю, блин, у меня и в помине никакой клаустрофобии нет, все путем. В итоге, когда тебя засасывают в эту трубу, короче, я открыла глаза, я понимаю, что вот так вот надо мной эта стена. И, ну, в общем, и у меня началась прям паника. Я закрыла глаза, только вспоминаю, что надо делать, подышать, это вообще ничего не помогает. То есть я дышу, и просто у меня та же паника, ну, блин, с бешеной оттышкой вдобавок. И я думаю, что делать, ну, короче, начала себе представлять, как будто я купаюсь на Мальдивках, там мой океанчик, и потом как будто на море тоже какой-то сумасшедший аквапарк. И я просто лечу вот в этой трубе, это горка, это типа не МРТ, стрёмно, со страшными звуками, и женщины, которые своим этим управляют, а просто аттракционом. И как будто у меня, знаете, на самом деле не сплошная труба, а там есть стеклянные окошки. И вот я представляла, как я лечу вниз, и смотрю, что я на какой-то бешеной высоте, и сквозь вот эти окошки, которые мелькают, вижу океан, вот так. И мне помогло реально. Но очень сложно, потому что всё это долго длится. Мне сказали 15 минут, при том, что мне только поясницу там посмотреть. Но реально мне показалось, я полчаса там лежала, и постоянно меняются звуки. То есть ты только на одни настроишься, начинается какой-то вообще вот реально как будто шаманский обряд. Знаете, вот как будто в бубен бьюм, дум-дум-дум-дум. Вот, и такой бас мужской, да-да-да-да, я в перерывах, вот так, вот я клянусь вам. И вот это всё вместе, типа какой-то галимый рэп шаманский. Вот, потом я на это настроилась, такая, всё, уже представила себе шаманскую вечеринку, но всё нормально. И потом оно меняется, и какой-то начинается вообще что-то другое, металлический скрежет какой-то. Потом как будто чуть-чуть потрясывает. Я думала так, что на этот раз за уши приплестились, да. Чтоб как-то себе объяснить, что это не стрёмная процедура, а какая-то веселуха. А потом, видимо, вот эта магнитная фигня, и я прям чувствовала, что у меня, ну, она как будто меня толкает. То есть, как вот два магнита, приближаясь разными полюсами, они отталкиваются. Вот, как бы на теле тоже эту фигню чувствовала. Причём, блин, мне плечи не проверяли, может, у меня голены были. Потому что у меня прям в плечах как будто меня толкает, вот так. Ну, по поводу того, кстати, что мне сказал ортопед, он сказал, что видно, что у меня побаливает копчик. Но, типа, причину мы никогда не узнаем. Я говорю, прекрасно. Попить надо противовоспалительное, да. Я сказала, что видно, что у меня была какая-то травма. В общем, надо беречь детей от падения на задницу. Потому что, ну, явно у меня вот детская была травма. Он говорит, ну, в теории мы можем его выправить. То есть, это всё вообще так офигенно происходит. Я вам даже не буду говорить, через что. То есть, он выпрямляется изнутри. Короче, какая-то, я так поняла, этот же врач выпрямляет. И, типа, результат не гарантирует. То есть, да, ты приходишь, там всё это делают. Но не факт, что поможет. Потом, сорян. Но это было интересно. Один, вы сидите домой. Вот, и я говорю, нет, вы чё, я всю жизнь живу нафиг. И, в общем, не буду я ничего впрямлять в себя. Просто попробую больше так не зверствовать с упражнениями. Так, ну что, всё закончила. Выдали мне целую папку тут. Я так поняла, что в целом работа клиники направлена на то, чтобы ты отсюда долго не уходил. Потому что тебе рекомендуют ещё и иголочки. Иголки поставить, там, массажик сделать. Сходить на лечебную гимнастику. Ну и так далее. То есть, вот такой абсолютно комплексный подход. Но мне было интересно, как бы, решить конкретный вопрос. А не в целом, оздоравливаться в другом панцовоскве. Но главный совет, который я вынесла, это то, что мне ортопед сказал, обязательно заниматься спортом. Потому что гравитация усиливает трение позвонков. И только если у вас есть мышечный каркас, то снижается и нагрузка на позвоночник. И они, как бы, лучше справляются с... Блин, ну и так уж полетели мои заключения, а ещё и им волосы. Меня он же ненавидит таксист, потому что я рассказываю, он рядом ждёт, когда же мы поедем. Ой, фух. Так, сюда, в общем, только спортом. Такая-то комедия. Но мне заняты руки. В общем, только спортом, ребята. И никакого лохматого линия. Только... Сейчас. Лучше мне становится. Так, таксист уже уезжает. Так, я, по-моему, ничего не потеряла. Ну что, ребята, я после врача попала к своему психологу, собственно, с заключением. И опоздала, ну, чуть ли там не на полтора часа. Короче, очень сильно опоздала. Хорошо, что после меня не было у неё других пациентов. Нет, клиентов, скажем так. И она смогла мне выделить время. Ну, короче, я приезжаю, естественно, говорю, вот, представляешь, просто на ровном месте не смогла садиться на попу, потому что начал болеть копчик просто. Потому что вроде как накануне я делала упражнения для попы. Но самое интересное, что, по идее, мне врачи сказали, что они не увидели причину, да, даже после МРТ, которая бы реально могла спровоцировать, что мне сложно сидеть. Но мне дала... Ну, короче, они не нашли, они мне выписали противовоспалительное. Типа, всё у вас нормально, но непонятно почему. Тогда мне, знаете, что психолог сказала? То, что, блин, ну это явно, скорее всего, психосоматика, потому что тебя задолбало сидеть дома. И организм уже всячески ищет какой-то вариант, чтобы такое бы придумать, чтобы ты могла выехать к врачу. То есть получить медицинский пропуск, да, чтобы ты не сидела там, у тебя было законное оставание пройти, куда-то погулять и так далее. И как бы недвусмысленно намекает, что не надо делать. А у меня в противопоказаниях теперь написано, что мне 10 дней нельзя сидеть. Ребята, вот так вот идеально на самом деле работает организм, представляете? Короче, если ты добровольно не исполняешь его желание, он начинает придумывать какие-то болячки. Типа так, вот эту сторону мы сейчас опухнем, сюда наступать нельзя. Давай крен перенаправляй в противоположную. Ну вот реально о чём думать. Обследование я проходила в специализированном центре, который, ну, собственно, по позвоночникам. И как бы все врачи, они только позвоночником занимаются. И они мне сказали, что, типа, вообще непонятно, что произошло. Так что, ну, реально, из-за напряжения мышц такого не бывает. Но я не удалялась ничего. Как бы вот остаётся вот такие вот перешки. Рома, у нас фен обожает. Ну, вообще, всю технику работающую обожает. Посмотрите на этот человек. Куда понёс? В какую-то оберложку, видимо, добычу свою. А у Лисы вообще не было интереса ни к каким работающим устройствам. Всё-таки, что значит мальчики-девочки? Да. Такие разные все. Ну что, опять же, у нас кто-то из котов начал оставлять лужи. Причём точечно выброшено. Тут обычно Серёжина либо домашние тапочки стоят, либо его обувь. И прям туда, прям в район пятки. Ну, то есть, видно, что прям садятся конкретно в его обувь. И потом всё это вот так вот в разные места. Причём мои вот здесь вот рядом стоят. Их не трогают ни разу ещё. Именно в Серёгины. Уже раз в пять или шесть было. И пришлось коврик мне стирать. Так положила пока тряпку. Короче, видимо, придётся ещё один лоток покупать, сюда ставить. Потому что, ну, обычно разговоры ничего не помогают, пока ты не решишь вопрос. То есть, если кот выбрал это место, можно попробовать здесь поставить лоток. Потом как-то его медленно двигать. Посмотрим. Но у меня ощущение, что это кто-то просто либо мстит Серёге, либо метит его, типа, мой мужчина, мой, кому не трогать. Аришку я исключаю, потому что она в основном у меня спит на кровати, в ногах всю ночь. И вряд ли она ходит, тихонечко, незаметно делая дела. Потом возвращается, чтобы её никто не заподозрил. Алисанька, а как тебе моя прическа? Ой, похоже на маму, но уже я. Не, на тёте похожа. Я на тёте похожа? Ну, да. Это хорошо или плохо? Хорошо. Не. Ну, нравится тебе, скажи, кошечка, мать. Не. Можно? Можно. Карантинный ансамбль. Давай, папа, ну давай. Не, мне тут просто песни коллективно пели, а пока камеру не включила. У неё голос таки. Мама, 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 мамочка, мы делаем. Вот так, в общем, у нас веселуха. Это я слышу с утра дыноча. Собственно, первоисточник. Почти похоже. Извини за неточность. Солица и выражение. Не, ну вот так похоже, собственно. Слева или справа? Да. Большая разница, думаешь? Сейчас. Поделись. Вот, давай еще ваш мама-мама. Пожалуйста. Да, так бывает. Нас не найдут, ведь нас не узнают. Твое сердце во мне так мило играет. На ломаных струнах едва ли касаясь. Ну-ка.